Одним из приоритетных направлений региональной политики является развитие агропромышленного комплекса. Для реализации этой задачи сформирована программа, предусматривающая финансирование отрасли, внедрение передовых технологий и, конечно, увеличение кадрового потенциала. Именно поэтому в ближайшем будущем такая рабочая специальность, как тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, должна войти в список наиболее популярных среди абитуриентов профильных учебных заведений региона. Наша съемочная группа в эту среду отправилась на сдачу практической части экзамена и выяснила, чему научились выпускники курсов, организованных на базе Тверской сельхозакадемии, а самое главное, какие перспективы их ждут при устройстве на работу. Казалось бы, в управлении трактором или любой другой сельскохозяйственной техники нет ничего сложного. Все должно быть похоже на обычную автомашину. Но оказывается, что это не так. Экзамены получения прав категории B, C, D, E и F в несколько раз сложнее, чем на привычном многим легковушку. А программа обучения будущих трактористов-машинистов в три раза объемнее, чем в автошколах. Кандидат на право управления самоходной машиной, особенно машинист сельскохозяйственного производства, помимо правил дорожного движения, таких как ГИБДД, сдаёт ещё основы безопасной эксплуатации самоходной машины. Это наиболее расширенный блок знаний и требует дополнительной подготовки. Поэтому, если говорить по теоретической части, то я думаю, что сдать, наверное, сложнее. Свои изменения в процесс подготовки будущих специалистов-механизаторов несла и пандемия коронавируса. К сдаче теоретической части подготовка шла в формате дистанционного обучения. Домашние задания студенты отправляли по электронной почте, а преподаватели в онлайн-режиме читали лекции. Практическую часть пришлось перенести на более поздний срок. По мере снятия ограничительных мер студенты тренировались управлять самоходными машинами. На экзамен в эту среду будущие выпускники должны были явиться в медицинских масках, соблюдая все меры предосторожности. На вопрос, как повлияла эпидемиологическая ситуация на сдачу экзаменов, студенты говорят, что им повезло. Больше времени было на подготовку, можно было лучше подготовиться. То есть это даже больше плюс, чем минус. Сложно, потому что для каждого вида техники свои индивидуальные какие-то вопросы, ответы. На экзамене главное набрать максимальное количество баллов. Чем больше ошибок, тем меньше финальный результат. Если нарушений больше пяти, итоговый тест провален. А значит полугодовое обучение не увенчалось успехом. А это грозит отсрочкой поступления на первую работу. Что тоже обидно. Потому что выпускники Тверской академии практически в 100% случаев находят себе доходную работу по специальности в крупных агрохолдингах нашего региона и соседних областей. Можно про это говорить смело. Что во многих хозяйствах есть даже таких, как Дмитрова гора, крупные хозяйства, таких, как Коралл. Работают у нас там ребята. Я уже не говорю про не сельхозное направление, а про автомобильное направление. Там больше 30 выпускников разных направлений работают. Рабочая специальность сегодня – это выбор настоящих мужчин. Их выносливость, сила трудолюбия и большой багаж знаний на рынке труда сейчас пользуются спросом. При этом и оплачивается такая работа достойно. Специалисты сельскохозяйственной отрасли могут зарабатывать от 25 до 80 тысяч рублей в месяц. Кроме того, в регионе активно поддерживают молодых специалистов, которые устраиваются на работу в сельскохозяйственной организации «Фермерские хозяйства». Во-первых, начинающий трудовой путь в АПК улучшит свои жилищные условия по программе «Устойчивое развитие сельских территорий». Во-вторых, для каждого переехавшего на село предусмотрены выплаты, на которые лишь в прошлом году власти выделили порядка 5 миллионов рублей. Все это, несомненно, способно привлечь в АПК новые молодые талантливые кадры. А это как раз, что нужно сегодня для возрождения села и роста экономики.